Этот фестиваль появился 17 лет назад и за время своего существования подарил возможность любителям и ценителям авторской песни в Латвии познакомиться с творчеством десятков талантливых авторов и исполнителей из Латвии, Эстонии, России, Польши, Литвы, Белоруссии, Германии, Украины, Чехии и Казахстана. Каждый год организаторы приглашают новых участников, представляющих весь спектр стилей и направлений этого жанра. Самое главное, самое интересное это новые участники, потому что мы себе поставили, по признанию организаторов многих других фестивалей, достаточно сложную задачу. Во-первых, мы стремимся к ротации, мы стараемся не повторяться и большая часть участников всегда это те, кто на Венсполской сцене либо еще не бывал, либо был достаточно давно. Во-вторых, мы стремимся к максимально широкой географии и каждый город, за исключением, собственно, нашего города, поскольку в домашнем фестивале своим, конечно, предлагается выступить. Но, как правило, один город представляет один или не более двух участников и к тому же мы стараемся, чтобы города эти были из разных стран. В данном случае у нас будет представлено 7 стран, 13 городов. Практически все организаторы фестиваля говорят, что мы поставили себе очень сложную задачу. Ну, пока ее удается выполнить. В последнее время Венсполщан, авторов, исполнителей становится так много, так много, что скоро уже одно отделение придется отдавать Венсполщанам, но так не будет. Придется отбор, будем проводить отборы среди наших местных авторов. Но, конечно же, все, кроме меня, я единственный исполнитель. Все наши авторы, все полные авторы, они готовят свои произведения, все всегда пишут новые. Единственное, есть такая привилегия у Юрия Саксаганского. Он одну песню исполняет Владимира Высоцкого, потому что все-таки Татьянин день, 25 января, день рождения Высоцкого. И обязательно на гала-концерте звучит песня Высоцкого. В этом году от Латвии на слете выступят барды из Риги и Венсполса. Россия будет представлена пятью городами – Москва, Санкт-Петербург, Псковка, Ленинград, Ростов-на-Дону. В гости в Венсполс приедут музыканты из Беларуси, Польши, Германии, Эстонии и впервые из Израиля. И хотя в основе фестиваля лежат песни, написанные авторами на русском языке, будут звучать авторские работы и на других языках. В этом году будет звучать, соответственно, на русском, обязательно на латышском. Потом к нам приедет Мейкус Страума, очень интересный самобытный автор, солнечный, такой я бы его назвала, и его творчество. И будет звучать на польском языке. Всегда радостно видеть на концертах учителей литературы, русской литературы. Я думаю, что для них было бы радостным событием, что русская поэзия не умерла и не осталась в XIX веке. Она очень интересно развивается, в том числе в рамках авторской песни, песни, где основным выразительным средством является поэзия. В первый день фестиваля в Парвенской библиотеке на концерте-прологе, названном строчкой стихотворения Юрия Левитанского, «Последние надежды, туманные острова» прозвучат песни, посвященные бардам, уже ушедшим из жизни, но оставившим яркий творческий след. Ну а главным событием международного слета бардов «Татьянин день» остается гала-концерт, который пройдет в театральном доме Юра Сварты. В этот день барды из семи стран представят в основном песни собственного сочинения.